Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги. Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашему новому агрессивному девизу «Зову живых, оплакивая мертвых, разбивая молнии» мы сегодня пытаемся вам дать правдивую информацию о том, зачем выдумывают новые группы антидепрессантов. Точнее, зачем выдумывают новые названия группы антидепрессантов. Итак, вы давно уже привыкли, что мы рассказываем о депрессиях, да вообще о психических расстройствах, просто изображая драконов. У этих драконов есть головы, которые сами по себе символизируют, что происходит с нейронами, падает активность серотониновых, норадреналиновых и дофаминовых нейронов при депрессии, стрелочка вниз. Это говорит о том, что у человека возникает депрессия, возникают соответствующие жалобы. И мы впервые придумали формулы антидепрессантов, которые прямо говорят о том, как этот антидепрессант действует на нейроны, активность каких нейронов он повышает. Только серотониновых, серотониновых и норадреналиновых, серотониновых, норадреналиновых и дофаминовых. И обратите внимание, буквы разного размера, большие буквы говорят о том, что он действует эффективно в отношении этих нейронов, малые менее эффективны. Таким образом, конечно же, невозможно обмануть человека. То есть, если кто-то хочет сказать, что вот этот антидепрессант эффективнее, чем другой, обмануть невозможно, потому что мы смотрим на формулу антидепрессантов и видим, что они могут быть сопоставимы по эффективности, что один антидепрессант может быть лучше другого. А так, к сожалению, если не использовать эти формулы, людей обычно терзают смутные сомнения, и все на уровне ощущений, потому что нет никакой доказательной базы. Ну, например, многих врачей терзают смутные сомнения о том, что ССС является слабыми антидепрессантами, несмотря на то, что официальная наука утверждает обратное, что по силе антидепрессивного эффекта они, в общем-то, являются такими же, как, например, трициклические антидепрессанты. Ну, правда, что точно известно, что трициклические антидепрессанты, они очень и очень плохо переносятся, гораздо хуже, чем антидепрессанты из других групп. Ну, здесь наша классификация антидепрессантов по категориям переносимости. Видно, в красном выделено и трициклические антидепрессанты ССС. Все ССС относятся ко второй категории переносимости, гораздо более лучше, чем там седьмая или шестая категория переносимости, к которой относятся трициклические антидепрессанты. Конечно же, вот это подход, когда трициклические антидепрессанты плохие, потому что плохо переносятся, селективные антидепрессанты серотониновые хорошие, потому что хорошо переносятся, но подозревают на уровне ощущений, что они слабоэффективны, порождает новые легенды. Одна из этих легенд связана с тем, что есть новая группа, последняя группа препаратов, селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина, который из себя представляет лучшее сочетание переносимости и безопасности. Переносимости и эффективности, так скажем. Но обратите, пожалуйста, внимание, что вот эта легенда, она иногда работает довольно странным образом. Например, мало кто знает, что брентеликс, вортеоксетин, был ингибитором обратного захвата серотонина и норадреналина. То есть, этот препарат является селективным ингибитором обратного захвата серотонина и норадреналина. Первоначально его рассматривали именно так. То есть, его хотели засунуть в эту новую прогрессивную группу. Тайна сия избранным доступна только. Для того, чтобы доказать эту теорию, нам не нужно лазить далеко. Заходим в Драгбанк. Обратите внимание, сверху нарисовано, как этот самый Драгбанк выглядит. Это база данных, очень хорошая база данных. Она, конечно, не всеобъемлющая, но там вы можете найти ссылку на то, что этот препарат является ингибитором обратного захвата норадреналина. Вы можете найти ссылку на авторов, которые это все установили, обращая ваше внимание на то, что эти авторы ассоциированы, связаны с, в частности, с компанией Лунбек. То есть, это, в общем-то, не чужие этому препарату люди. То есть, это не какая-либо напраслина. Итак, действительно, препарат изготавливался, как препарат из новой, вот этой самой новой группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина. И, соответственно, в дело вступил маркетинг. Итак, новый препарат, новая группа. Надо обязательно посмотреть, это очень важно, как этот препарат смотрится на фоне других препаратов из той же самой группы. Ну, например, долоксетин и венлофоксин. И что же сделали? Ну, сделали несколько исследований. И, конечно же, был сделан метаанализ в Соединенных Штатах. И оказалось, что вортиоксетин брентеликс не кажется более эффективным, чем селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина. Напротив, потенциально брентеликс проигрывает этим препаратам в эффективности. То есть, оказалось, изготавливали, изготавливали и получили не совсем то. Точнее сказать, получили вообще совсем не то. И так может быть, потому что, еще раз говорю, вот эта группа препаратов, она, любая группа препаратов, она всегда очень разнородна. Если мы пользуемся формулой препарата, о которой мы вам рассказываем, то вот этих ошибок избежать очень легко, потому что мы просто выставляем набор букв, которые говорят о силе воздействия на определенные нейроны. Если мы используем обобщенную формулу, название группы, то мы очень часто попадаем в просаг, потому что в одной и той же группе могут быть препараты, которые слабо и сильно действующие на нейроны. И так, что-то надо делать. Изготавливали препарат, который из группы Сиаза-СН, и все вроде было хорошо, но оказалось, что он не имеет никаких преимуществ. И в дело опять вступает маркетинг. Маркетинг – это очень важная вещь, это наука возбуждать. То есть, клиент должен быть всегда мокреньким для того, чтобы он купил новый антидепрессант. Что же тогда надо сделать? Тогда надо придумать этому препарату какое-нибудь новое название. Вспомнили, что этот препарат действует не только на белок, который обеспечивает обратный захват серотонина и норадреналина, но еще и на целый ряд рецепторов. И тогда придумали новое название группы препаратов – мультимодальные препараты. И, соответственно, если этот препарат новой группы – маркетинг, то тогда, конечно, за этот препарат можно потребовать значительную цену, ведь это новая группа препаратов. Ну вот почему нельзя пользоваться и нельзя идти на поводу у таких названий? Вот вам из Драгбанка действие препарата Трозодон. Обратите внимание, что Трозодон действует тоже на огромное число рецепторов. Но этот препарат не называется мультимодальным. Ну, наверное, он называется по-другому. Там тоже какая-то своя группа. Это все делается не для того, чтобы обозначить, как действует препарат. Это все делается для того, чтобы препарат мог успешно продаваться. Потому что ясно, что новая группа препаратов, она должна стоить дороже. И уже дошло дело до того, что в московских аптеках начали продавать лекарства в кредит. Ну, это понятно. Следствие вот такого маркетинга задирается цена. Цена абсолютно непомерная. И эта цена должна быть, конечно, скорректирована, если учитывать формулу, буквенную формулу препаратов. И она, конечно же, корректируется вверх фармацевтической компании, если они придумывают новое красивое название «мультимодальный препарат». Что я хочу сказать? Пожалуйста, когда вам выписывают антидепрессант, когда вам назначают любой психотропный препарат, смотрите, пожалуйста, наш канал. Смотрите психфарм.тв. Не давайте себя обмануть. И я вам честно скажу, что очень многие врачи находятся в то же положении, что и пациенты, которым выписывают брентеликс. Потому что врачи тоже искренне считают, они не подозревают о свойствах этого препарата, они не подозревают о механизме действия препарата, и они находятся точно в таком же положении. Их обманули точно так же, как вас. Поэтому я и врачей призываю, обязательно смотрите психфарм.тв, прежде чем вы начнете назначать какой-то препарат. Еще раз, не дайте себя обмануть. Смотрите психфарм.тв, ставьте нам лайки. Пожалуйста, становитесь нашими спонсорами. Подписывайтесь в обязательном порядке на наш канал. Если вам понравился этот ролик, вы можете нас отблагодарить. Есть реквизиты счета в описании ролика. До новых встреч!